Эта фотография появилась в социальных сетях сразу после трагедии. Куча песка, на ней огорожена лентой, сам холм осыпался. Но в день трагедии все было не так, никакой красно-белой ленты и близко не было, говорят специалисты. Поэтому кучу песка и выбрал для игры 10-летний мальчик, который приехал на каникулы в Михайлов. Верхняя часть груда обрушилась, и 10-летнего мальчика засыпало песком. На место прибежали сотрудники дорожного предприятия, которые попытались спасти ребенка. Но несмотря на оказание помощи, мальчик погиб. По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России Паризанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Как удалось выяснить, этот песок использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на автодороге Тула, Калуга, Рязань. Ход и результат расследования, который поставлен на контроль в прокуратуре области. Кроме того, прокурору Михайловского района организована проверка причин и условий, а также обстоятельства трагедии, в ходе которой будет дана правовая оценка действий ответственных лиц по обеспечению безопасности при выполнении дорожно-строительных работ. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Хочу еще раз обратиться к родителям и призвать их. Родители, будьте бдительны. Только от нас с вами, от взрослых, зависит жизнь и безопасность наших детей. Поймите, что игры и какое-то неправильное поведение на объектах повышенной опасности является одним из источников травматизма, а порой, как в этом случае, и гибели наших детей. Будьте внимательны, будьте бдительны и берегите своих детей.